Вот когда же говорят, сира туррасуль, салаллаху ассалям, сира посланника Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, вот книги, когда печатают, или издаются и так далее, там подобное, или те, что были записаны в истории. На самом деле, варк луфикум, слово сира, которое используют современники, это описание только военных походов проксалсам. Да, немножко о его рождении, а потом, то есть, если вы посмотрите, варк луфикум, да, рождение пророка, салаллаху ассалям, то есть, как он стал пророком, и все, и дальше пошел военный, 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 военный поход. То есть, по сути дела, большая часть этих сборников содержит в себе описание военных походов пророка, салаллаху алейхи вассалям. И это, как говорят ученые, ляму шахата филистиляхат, то есть, нету проблем, кто как использует тот или иной термин. То есть, так, по сути дела, если ты переведешь сироту рассуль, то есть, как будто бы оно должно переводиться, жизнь и описание посланника Аллаха, салаллаху алейхи вассалям. Но ты, субханаллах, видишь, заходя в эти сборники и читая эти сборники, там только описание, по сути дела, да, есть рождение, есть, как стал пророком, и потом, большая часть, на 80%, по сути дела, идет, что описание военных походов пророка, салаллаху алейхи вассалям, и все, что с этим было связано. И это используется, то есть, это термин в описании таких книг или же такого материала. А так же, вараку, а так, на самом деле, братья, если посмотреть, то есть, на слово сироту, рассуль, жизни, описание посланника Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, то она должна охватывать собою всю его жизнь, то есть, от рождения и до самой смерти. И большая часть, 80-90%, это должно быть, вараку, в офикум, описание жизни пророка, салаллаху алейхи вассалям, после того, как он стал пророком, правильно или нет? И поэтому, мы, исходя из этого, понимаем, что настоящее, настоящее сира, в полном смысле слова, это баракаллаху фикум, все сборники, в которых упомянуты, хадисы пророка, салаллаху алейхи вассалям. Конечно, чтобы они были достоверными, чтобы они были достоверными. Единственное, конечно, очень сложно и очень тяжело, и практически даже может быть невозможно, эти хадисы упорядочить в хронологическом порядке, как упорядочены войны пророка, салаллаху алейхи вассалям, то есть, его военные походки, в хронологическом порядке. То есть, там проще, понимаете? То есть, рождение пророка, салаллаху алейхи вассалям, родился в тот день, в тот год, когда Абраха отправил, что слона называется, что? Амуфиль, год слона. Потом посланник Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, допустим, передается от него, что был в таком-таком племени, потом умерла его, отец его умерл еще до его рождения, потом умерла его мать, потом занялся воспитанием его дед, потом его дядя, и вот так вот. То есть, легко. Такой сборник, он, ну, намного проще и легче. То есть, первая битва, которая была военной, первая битва, которая произошла, это битва Бадр, потом Мухуд, потом, 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 потом. А так, братья, если посмотреть на всю сунду, то есть, если даже взять, например, Басахих Бухари, Басахих Муслим, Абу Дауд, Насай, Термизи, Бну Маджах, Муснат Имама Ахмада, Муатта Имама Малика и другие бар-калуфигум сборники, очень-очень сложно упорядочить это в каком-то хронологическом порядке. Но при всем этом, по сути дела, аль-хамду-ля, хоть это сложно, но все равно при этом ты охватываешь собой всю жизнь пророка Саласа. Ведь в жизни пророка Салаллаху, Алейхио, Саляма, Бразио, относится все, о чем мы говорили, как он кушал, сколько хадисов есть. Где вы найдете в книгах по сире, вот то, что мы говорим, сира, то, что сейчас переводится, где военные походы, как кушал пророк Саласа, как он пил, как он одевался, как приказал кушать, как приказал пить, как приказал одеваться. Что и как запретил кушать, что и как запретил пить, что и как запретил одевать. Нету в этом, правильно? И поэтому я к чему говорю все это Баракалавфику. Многие братья, когда говорят, брат, вот сира у тебя там старые зайвцы есть, а давай новую, мы хотим сиру, пророк Салаласа. И вы, давайте зададим вам вопрос. Вы хотите жизнеописание пророка Салаласа, или же хотите рассказ о его военных походах? Если хотите рассказ о его военных походах, вот он есть, его слушайте. Если хотите жизнеописание пророка Салаласа, то вот он. И поэтому Баракалавфикум имам Бухари Рахимагуллаху Таля свой Сахих как назвал? Многие люди, кстати, не знают, как на самом деле называется сборник имама Аль-Бухари. Он называется Аль-Джами, Аль-Муснат, Ас-Сахих, Аль-Мухтасар. Минумури Расули Ляй Салаллаху Ля Саляму, Ас-Суна Ниги Ва-Ай-Ямиги. Вот такое у него длинное название. То, что у нас на языках говорится, что Сахих Бухари переводится как Аль-Джами. Слово Джами Баракалавфикум, то есть книга, охватывающая собой все разделы религии. То есть, например, у нас есть, смотрите, Сахих Бухари и Сахих Муслим. И Сахих Бухари и Сахих Муслим, обе эти книги, мы их называем Джами. Почему? Потому что эта книга охватывает собой, Баракалавфикум, различные разделы религии. И Акида, и Талиб-Аль-Ильм, и Фикх. А четыре сборника, это Абу-Дауд, Термизи, Наса и Бну-Маджа, они называются Сунан. Это книги Баракалавфикум, как будто подобны книгам по Фикху. То есть, в основном, в них хадисы связаны с сахкамами, с законоположениями по Фикху. А сборник же имама Бухари и сборник Сахих Муслим, они являются Джавамия. И поэтому имам Бухари назвал свой сборник как Аль-Джамия. То есть, книга, охватывающая собой, то есть, можно грубо перевести, как энциклопедия. Охватывающая собой, что все разделы религии. Второй Аль-Муснад. Второе слово Аль-Муснад. Что такое Муснад? Имеющий Снад до Пророка Саласа. От имама Бухари до послания Каласа Саласа. И поэтому, Баракалавфикум, когда мы с вами изучали Сахих Бухари, мы говорили о том, что в Сахих Бухари есть хадисы, которые не относятся к Сахих Бухари. Как это так, в Сахих Бухари есть хадисы, которые не относятся к Сахих Бухари? Это муалякат. Помните, муаляк мы говорили, это когда цепочка передач, то есть, Бухари не передает от своего шейха, а передает либо от шейха своего шейха, либо передает от табиина, либо передает сразу от сподвижника подвешенный хадис. И говорили о том, что ученые, изучив Сахих Бухари, сказали, что муалякат, вот эти подвешенные хадисы, они имеют, то есть, они на два вида делятся. То, что передано в утвердительной форме, сказал, передал, 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 и так далее. И то, что передано в какой форме, называется, было сказано, было передано. И вот ученые, изучив Сахих Бухари, сказали, что все, что упомянуто в утвердительной форме, все эти хадисы 100% достоверны. То, что передано в неутвердительной форме, есть достоверное, есть недостоверное. И поэтому, если мы читаем муалякаты в Сахих Бухари, мы не можем сказать, что в Сахих Бухари имам Бухари, нет, это не Сахих Бухари. Мы должны обязательно говорить, что это муалякат. То есть, это, что, грубо говоря, представьте, что есть дом и узоры. Это вот узоры. Значит, сборник имама Бухари называется Аль-Джамия, охватывающий собой все разделы лиги. Или большую часть, больше, так сказать, больше. Второй Аль-Мусна, то есть, имеющий Снат. Третий, что Ас-Сахих. Ас-Сахих, то есть, потому что имам Бухари поставил условие, что в своем сборнике он соберет, что? Все достоверные только хадисы. Аль-Мухтасар, это очень важно. Имам Бухари осознавал и понимал, что он в этом сборнике не сможет собрать, что? Всю Сунну, то есть, он не собирался все-все хадисы. Поэтому он из много тысяч хадисов выбрал определенный хадис, поэтому называется этот сборник, что? Мухтасар, краткая версия. Чего? Минумури Расуле Ас-Сахих. Смотрите, вот на это я хотел обратить внимание. Из дел пророка Салаллаху. Видите, описание его дней. Поэтому тот человек, братья, который хочет изучить сиру пророка Салаллаху Алейхи Ва Салям, в понимании, в полном понимании этого слова, жизни и описания Пророка Салаллаху, он должен изучать вот эти вот сборники. Вот у нас есть Барак Лауфикум уже на русском языке записи, допустим, на Риад Саляхин, Сады Праведных. Есть Барак Лауфикум полностью, книга разобрана, что Сельсиля Аль-Хадис Сахиха, 3700 хадисов. Риад Саляхин, сказали, 2200 хадисов. За зволение Аллаха Субантали, вот эта книга будет почти 2300 хадисов. Сахима Ва Редаман. На русский язык Барак Лауфикум переведен Мухтаз Расахи Бухари, переведен Мухтаз Расахи Мусин, переведен Абу Дауд и так далее. Перевели Барак Лауфикум Сахих Таргиб на русский язык, братья. И другие сборники, где собрано, что Сунна Пророка Салаллаху Алейхи Ассалям, вот это и есть самая настоящая сира в полном понимании смысла этого слова. Понятно, да? Поэтому тот, кто действительно хочет узнать сиру Пророка Салаллаху Алейхи Ассалям, вот сейчас же мы живем каждый день, братья Барак Лауфикум, мы сидим с утра до вечера, по милости Всевышнего Аллаха Субантали, читаем хадисы, аль-хамдуля, наши сердца с посланником Аллаха Салаллаху Алейхи Ассалям.